Разберем одну из задач по патофизиологии. В травматологическое отделение поступает пациент с компрессионным переломом 12-го грудного и первого поясничного позвонка. Травм предшествующих нет. Однако на протяжении многих лет пациент страдает бронхиальной астмой, по поводу чего получает терапию преднизолоном. Это синтетический аналог кортизола, о чем должен задуматься врач. Беря в расчет то, что предшествующих травм нет, а также то, что пациент на протяжении длительного времени получает терапию глюкокортикостероидами, мы можем вспомнить о том, что одним из побочных эффектов терапии глюкокортикоидами является вымывание кальция из костей. И логично предположить, что у данного пациента произошел глюкокортикоид индуцированный остеопороз, в результате чего кости стали подвержены переломам, что и произошло в данном случае. Поэтому у всех наших пациентов, которые на протяжении долгого времени получают терапию глюкокортикоидами, важно отслеживать плотность костей путем проведения таких диагностических исследований, как денситометрия. И если по результатам этих исследований мы обнаруживаем прогрессирующий остеопороз, то очень важно назначать таким пациентам терапию, которая будет предупреждать развитие остеопороза. Это различные препараты, которые будут усиливать депонирование кальция в костях. Также у пациентов с бронхиальной астмой следует рассмотреть возможность перехода с гормонального лечения на негормональное. Однако, такой переход резко дает ощутимый эффект. Если это видео было интересно или полезно для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии под этим видео. С вами был Антон Деркач и до встречи в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok